Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных, сложных мест Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. «Пришел ли Христос спасать только евреев, а не и язычников, и самарян?» Мы будем отталкиваться от двух текстов. Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стих и Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, прочитаем Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стих. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на Ипаче, на Ипаче, то есть прежде всего, к погибшим овцам дома Израильева». И в то же время в этом же Евангелии, 28 глава, 19 стих, мы находим слова. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть здесь как бы присутствует такое внешнее противоречие. Посмотрим комментарий блаженного Иеронима. Это его комментарий на Евангелие от Матфея. Он пишет, «Это место не противоречит тому повелению, которое дается потом. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». «Поскольку первое повеление, то есть повеление о том, чтобы на Ипаче идти к погибшим овцам дома Израильева, дано до воскресения Христова, а второе – после воскресения. Ибо сначала надлежало возвестить пришествие Христова иудеям, чтобы у них не было законного извинения, и они не говорили, что отвергли Господа, потому что Он послал апостолов к язычникам и самарянам». Это одно объяснение у блаженного Иеронима, есть и второе – аллегорическое. Он пишет, «В аллегорическом смысле нам, носящим имя христиан, заповедуется, чтобы мы не ходили по пути язычников и не блуждали вместе с еретиками». Образ еретиков – это самаряне. «Чтобы отделяющиеся от них по вере были отделены и по образу жизни». Действительно, Писание сообщает нам, что Христос является в этот мир для того, чтобы прежде всего наставить сынов Израилевых. Почему? Потому что от них были пророки, от них были патриархи, и были обетования о том, что к ним явится Христос Мессия. Вот, например, у пророка Исаии, 49 глава, 6 стих, мы находим такие слова. «И он, то есть Господь, сказал, мало того, что ты…» Это Бог Отец обращается как бы к Богу Сыну. «И он, то есть Господь, сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых, и для возвращения остатков Израиля. Но я, то есть говорит Бог Отец о Сыне, сделаю тебя светом народов, то есть всех народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Это пророк Исаия, 49, 6, где говорится, что сначала он должен восстановить колено Яковлевы для возвращения остатков Израиля. Остаток – это те верные, которые сохраняют чистоту веры. И этим остатком еврейского народа, который принял Христа, это и Пресвятая Дева Мария, и труженик Иосиф, обручник Девы Марии, и старец Симеон, боговидец, пророчица Анна, 12 апостолов, конечно же, Иоанн Креститель, и другие верующие из числа еврейского народа, которые, как верный остаток, они уверовали во Христа. Но в целом служение Христа для того, чтобы он был светом народов, чтобы спасение от Бога Отца простерлось до концов земли. Все мы знаем, что евреи сейчас не совершают богослужения и обрядов, так как они совершались во дни храма, и они настаивают на том, что только на том же самом месте их и можно совершать. Но это противоречит тексту из пророка Малахии, 1 глава, 11 стих, где Бог говорит через этого пророка, что служение Иерусалимского храма распространится по всему миру, что и произошло в формате Христовой Церкви. Я прочитаю это пророчество. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте, то есть уже не только на горе Мария в Иерусалиме, но на всяком месте будут приносить фимиам, то есть кождение имени моему, чистую жертву, чистая жертва – это евхаристия христианская, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Таким образом, друзья, мы видим, что вот эти слова Христа, «Наипачи, идите к погибшим овцам Израилева» – это исполнение пророчества, так как сами пророчества начались с еврейского народа, чтобы к ним первым явился бы и Христос. И такая парадигма, она существовала и работала до воскресения Христова. А свет воскресения – это уже для всех племен, народов и языков. Друзья, берегите себя в эти дни, чтобы вам не пропустить новых передач на библейском портале «Экзегет». Подписывайтесь на него, чтобы вовремя к вам приходило бы соответствующее сообщение. Спасибо вас, Господь!